Тема моего доклада это как повысить конверсию сайта, три шага построения оборонки до проверки гипотез. По своей должности я занимаюсь поиском и обучением SEO специалистов. И вот, к сожалению, при общении с кандидатами я вижу достаточно большую проблему. Это непонимание того, зачем бизнес покупает тот или иной канал привлечения трафика. А в частности, почему бизнес вкладывается в SEO. И задавая вопрос SEO специалистам, а вообще зачем SEO бизнесу, я вижу такие ответы типа рост позиций, видимости, трафика. Но клиент приходит за продажей. Деньги. Это то, что хочет видеть бизнес взамен вложенных инвестиций в канал SEO. И именно продажи с канала SEO отражают эффективность и его ценность. И вот эту информацию SEO специалист должен держать у себя в голове постоянно, вне зависимости от того, по какому кипяем работаете. Позиции, трафик или еще что-то. Так, тезисы. Первое. Мы поговорим сегодня немного о конверсионной воронке. Поговорим, где можно найти гипотезы. Я расскажу про пять факторов, которые влияют на конверсию. И уже в заключении обозначу какой-то набор базовых инструментов, которые позволят вам всем выявить какие-то проблемы и сформировать гипотезы для повышения конверсии. Что такое воронка продаж? Это такой гипотетический путь пользователя от знакомства с продуктом до продажи. И вот если мы возьмем как точку входа пользователей листинга, то мы увидим такую конверсионную воронку на сайте. То есть пользователь попадает на листинг с органики, например. Дальше его какая основная задача? Его задача из массива представленных товаров сузить сегмент поиска таким образом, чтобы подобрать какую-то выборку удовлетворящих для него товаров по каким-то его предпочтениям и характеристикам. Дальше он производит изучение отобранных товаров. Это при помощи какой-то функциональной части на листингах и плюс детального изучения карточек товаров. И далее понравившиеся товары добавляет в корзину и производит оформление заказа. Цели воронки построения можно разделить на два блога. Микро и макро. Вот из микроцелей нам необходимо строить воронку, чтобы выявить точку входа пользователей с сайта, определить проблемы и пользовательские барьеры на пути к продаже и сформировать организационные кипы, чтобы в дальнейшем их приоритизировать и отработать. Ну и макроцель, все это нужно для увеличения конверсии сайта. Требования достаточно простые. Мы должны определить микро и макроконверсионные цели. Здесь крайне важно, чтобы мы не просто видели какие-то цели, например, входа пользователя на какой-то тип страницы. Дальше уже корзина, но мы должны видеть микродвижение пользователя при задействии, например, с функционалом на листинге, на карточке товара. Поэтому здесь какие-то цели мы тоже должны ставить. Дальше настройка этих целей в метрике Analytics. И здесь рекомендую использовать Google Tech Manager, потому что он делает вас достаточно гибким в настройке этих всех целей. То есть, по сути, вам не нужен какой-то технический специалист, который вносит какие-то корректировки в код. Вы сами в любой момент времени можете внести ту или иную цель. Ну и накопление данных по целям, чтобы в дальнейшем вы могли с этими данными отработать и уже переходить к следующим шагам. Дальше. С чего начать поиск гипотез? Ну, первое – это с оценки анализа выстроенной конверсионной воронки. И здесь важно, что отработку стоит производить по тем шагам, которые ближе к деньгам. То есть, мы по конверсионной воронке двигаемся снизу вверх. Логика здесь в следующем. Например, мы возьмем две точки входа. Например, листинг. И вторая – это у нас процесс оформления заказа. Если мы видим о том, что у нас проблемы в процессе оформления заказа и проблемы на листинге, то целесообразно будет производить доработки в процессе оформления заказа. Только потому, что уже клиент подогретый. Он уже определился то, что он будет покупать у вас на сайте. Он уже смирился с теми предложениями, которые предлагает магазин. И терять просто данного клиента на данном этапе достаточно глупо. При этом, если мы поставим приоритет проработку точек роста с листинга, то еще до процесса оформления заказа достаточно много шагов, на которых клиент может потеряться. И в конечном итоге мы не сможем достигнуть своей цели. Но при этом это не означает о том, что мы какие-то проблемы на разных этапах инверсионной воронки должны игнорировать. Если, например, у нас на листинге не работает фильтрация или сортировка, но, естественно, мы должны это внедрять в первую очередь, потому что это такой базовый фундаментальный функционал, который должен работать. Дальше. Проверка наличия базового функционала и полноты корректности внедрения и, собственно, прохождение пути пользователя. То есть ставим себя на место пользователя всей командой и пытаемся решить его задачу. Фиксируем где проблем, потенциально могут у нас встретиться пользователей. Вот пример того, как может выглядеть конверсионная воронка. Здесь источник привлечения органика. Дальше страница входа листинга. И вот мы видим, что у нас 95% отваливается уже на этапе добавления в корзину. То есть у нас потеря достаточно большая от листинга до корзины. И оформляет заказ только 47% пользователей. То есть у нас половина отвалилась, хотя она приняла решение уже о покупке. Давайте перейдем к базовому конверсионному функционалу, к его оценке. Прежде чем о нем поговорить, давайте определим основные задачи листинга и карточек товара. Это два таких магнита трафика, которые у нас присутствуют на проекте. Основная задача листинга – это удержание пользователя и конверсия в просмотр карточки товара. А цель посещения пользователей данной страницы – это поиск, подбор товаров и ознакомление с диапазоном цель. Основная задача карточек товаров – это конверсия в продажу. И цель посещения – это получение какой-то итоговой цены, изучение более подробных технических характеристик о товаре. И, естественно, получение доверия к магазину. То есть на данном этапе мы же должны не только убедить пользователя купить тот или иной товар, мы должны его убедить купить именно в этом интернет-магазине. Начнем с функционала базового по листингам. Это сортировка и фильтрация. И здесь, возвращаясь к тем задачам, которые для себя решает пользователь на этом типе страниц. То есть он должен из массива предложенных ему товаров по общим каким-то характеристикам отобрать, например, у него на входе есть 500 товаров, ему нужно отобрать 50, с которыми он дальше будет более детально работать, и эти 50 будут удовлетворять его каким-то требованиям узким направлением. И вот широта функционала сортировки и фильтрации должна обеспечить ему произведение узкой сегментации товара. И дополнительная выгода для SEO – это в том, что при должной оптимизации страниц сортировок и фильтрации мы получаем дополнительные точки входа для органического трафика по низкочастотным запросам. То есть достаточно данные страницы просто базово оптимизировать, и дальше они способны уже привлекать трафик. Вот функционал быстрого заказа сравнения товаров и так далее. Вот данный функционал почему-то клиенты воспринимают как какие-то такие дополнительные ненужные для пользователя фичи, но вот реальность такова, что вот это уже является таким базовым функционалом для пользователя, к которому он привык. Все пользователи взаимодействуют с такими крупными маркетплейсами, интернет-магазинами, как NVIDIA, Wildberries, Ozone. И данный функционал там представлен, пользователи уже понимают, для чего данный функционал нужен, они с ним работают, и они его воспринимают как необходимость наличия и на вашем магазине. Фото. 100% товаров. Вот, к сожалению, я бы не сказал, что это большинство, но значимая доля проектов, в том числе, которые к нам приходят, не имеют этого бунта. То есть какая-то часть товаров, значимая паровая часть товаров, находится без фото. И, к сожалению, еще к большему сожалению, то, что бизнес не пытается поставить данную задачу в приоритет себе. То есть не считает, что, ну, в принципе, и так будет продаваться, потому что есть какие-то другие технические характеристики. И так далее. Но это то же самое, что если бы мы в офлайн-магазине продавали товар без товара, то есть пустые ополки и ценники. Ну, я думаю, что вот продажи у нас бы, мягко говоря, не удалить. Вот почему они должны удаться именно на интернет-магазине. И вообще нужно понимать, что восприятие пользователям качества товаров, но это во многом зависит от визуальной составляющей не только самого товара, но и дизайна сайта, на котором пользователь находится. Информативность превью карточек товаров. Вот здесь вот, продолжая вот ту аналогию, логику работы пользователя на листинге, вот при помощи сортировки и фильтрации он сделал первую шаг. Он чуть-чуть сузил себе ассортимент товаров. А дальше, как выбрать, ну, скажем, тот десяток, который можно изучить более детально. Вот здесь информативность превью карточек товаров выполняет такую задачу фокусировки внимания пользователя на уже сформированной выборке товаров. За счет чего? За счет количества отзывов, обязательно рейтинга, за счет каких-то технических характеристик, базовых, фундаментальных, которые необходимы пользователя для принятия решения в просмотре карточки товара. Например, если мы там стол продаем, то это, естественно, должны быть его габариты, чтобы он принял решение открыть новую вкладку и изучить карточку товара. Дальше переходим к карточке товара. Начнем с описания, текстового описания. По текстовому описанию необходимо две вещи держать в голове. ими следовать. Первое, это описание товара должно содержать каких-то экспрессивных выражений, и текст должен иметь смысловую нагрузку. И здесь вот есть сложности. Например, если у нас есть холодильник, то здесь плюс-минус. Мы понимаем, а что же можно написать об этом продукте. А если, например, ручка? Большинство копирайтеров пишет о том, что эта ручка хорошо пишет. Но это же не должно продать, этот товар. И вот если мы чуть-чуть подумаем и сделаем акцент на деталях изделия, на каких-то его составляющих, на особенностях производства, принятия контроля качества, экологичности, то мы сможем у даже простого продукта сформулировать ценность для клиента и ее показать. Потому что не забываем в том, что карточки товаров, они должны продавать. То же самое, если продавец дальше продает какой-то конкретный продукт на словах. Характеристики товара. Ну, это достаточно такой важный элемент карточки товара, который должен иметь более детальный список товаров, технических характеристик. И здесь логика в следующем в том, что чем подробнее технические характеристики у товаров у вас представлены, тем больше охват пользователей мы получим. И вот, например, одной целевой аудитории нужен бесшумный блендер. А вот для другой группы пользователей шум вообще не нужен, не важен. Для него важна мощность. Именно за счет того, что мы будем иметь разнообразные технические характеристики, более полные продукты, мы сможем как раз таки охватить большую группу пользователей. Качество фото и видео. Вот на этапе разбора листинга мы говорили о том, что необходимо иметь фото у каждого товара. А вот на карточке товаров просто иметь фото недостаточно. Фото должно быть качественным, оно должно продавать. Вот здесь у нас два примера на слайде представлены. Вот справа одна фотография, но качественная съемка, более аппетитный продукт. А в примере слева аж две фотографии, но выглядит, как я так говоря, не очень аппетитно. Вы для себя решите, какой бы из продуктов вы купили, справа или слева. Ну, я думаю, что большинство предпочтет вариант справа, потому что если заказать слева, то я, допустим, для себя боюсь, что именно такое придет. И это страшно. Вот это пример того, как мы можем просто слить пользователя. То есть мы потратим на рекламу, привлечем его, и просто одной фотографией, где мы сэкономили, мы его просто сольем и не получим продажу. Дальше. Поговорим о факторах, которые влияют на конверсию. Я выделил такой топ-5 ваш, но на самом деле это достаточно больше. Первое. Это наличие удобной доставки. Вот согласно исследованию Яндекса, которое было проведено в 2020 году, в период пандемии, главная и общая причина, по которой пользователи прекращают покупку, точнее, не завершают, это отсутствие гибких и удобных вариантов по доставке. Здесь у нас вот данные разбиты по тематикам. И вот у нас диапазон от 36 до 40% пользователей просто завершают покупку. Вот вы представляете, в бытовой химии ухода за телом 36% пользователей вы можете потерять, только потому что вы не способны предложить какие-то удобные варианты доставки. И да, здесь понятное дело, что это больше, скорее всего, бизнес-процесс, бизнес-задача для клиента, а не для SEO-специалиста. Но задача SEO-специалиста – накинуть варианты, которые будут способны решить данную задачу. Вот если, например, бизнес не может это решить своими силами, то, возможно, стоит прибегнуть к какому-то партнерству, к услугам каких-то других компаний, которые специализируются в доставке. Например, СДЭК. Он находится в каждом доме, шаговая доступность. Пользователь может в любое время удобно для него получить товар, еще и оплатить удобным для него вариантом. Второй у нас фактор – это наличие удобных вариантов оплаты. И вот, согласно исследованию Банка России, у нас с 2016 года по 2020 доля оборота наличных платежей сократилась в два раза. То есть 70% россиян предпочитают вверх наличный расчет. Поэтому, если вы на текущий момент не предлагаете оплату по безналу на своем сайте, то данную задачу необходимо поставить в приоритет. Отзывы – это третий такой фактор, достаточно важный. Согласно еще одному исследованию, для 95% пользователей отзывы важны для принятия решения о заказе товара. И помимо еще отзывов, важно распределение этого рейтинга. На самом деле, отзывы уже давно вошли в жизнь пользователей. И мы уже сейчас им доверяем, доверяем рейтингу. И для нас это какой-то привычный ориентир, на основании которого мы принимаем решения о покупке. И вот важно не только работать над отзывами о товарах. Важно работать над отзывами о компании. Потому что, возвращаясь опять же к исследованию Яндекса, при покупке в тематике косметики, предметы личной гигиены, 41% пользователей при покупке обращают внимание на отзывы. А в тематике товаров для животных – 33%. То есть, какой-то негатив о компании, причем они эти отзывы целенаправленно ищут, какой-то негатив о компании может просто обрушить ваши продажи у конкретного пользователя. И тут еще одно исследование относительно, как часто вообще пользователи читают отзывы о компаниях. И 77% часто либо регулярно читают отзывы о компании, они их ищут, изучают и принимают решения. И следующий логичный вопрос – насколько пользователи доверяют отзывам. И вообще по исследованию 49% пользователей воспринимают отзывы и рекомендации в сети, как то, если бы им персонально порекомендовал продукт, компанию, их родственник, либо их друг. Четвертый фактор – это поиск внутри сайта. Здесь тоже несколько интересных данных в пользу того, почему необходимо работать с этим фактором. Первое – 60% пользователей начинают взаимодействие с сайтом именно с внутреннего поиска. И особенно если в тематике вашего проекта или вашего сайта вообще сложная структура, то поиск – это достаточно такой серьезный функционал, который позволит сориентировать пользователя на вашем сайте. Почти в два раза чаще совершают покупку те пользователи, которые выполнили поиск внутри сайта. И до 14% общего дохода могут принести пользователи, выполняющие поиск внутри сайта. И здесь очень важный момент в том, что вот я здесь скриншот добавил поиска Valperis. Пользователи, посещая вот такие крупные маркетплейсы, где вот эта проблема достаточно хорошо решена, они также привыкают к этому функционалу, они видят его значимость, и в конечном счете они ожидают корректную работу поиска и на вашем проекте. Пятый фактор – это широта ассортимента. Здесь данный фактор не только важен для какой-то конверсии пользователей, но и вообще для поиска. Широта ассортимента, здесь опять же данные исследования Яндекса, от 52% пользователей до 57% в разной тематике, они ориентируются при выборе магазина именно на широту ассортимента. То есть это они уже получили какой-то опыт взаимодействия с теми или иными проектами, ну за счет органического трафика, либо перехода с рекламы, и уже в дальнейшем определили для себя о том, что, например, если мне нужна бытовая химия, то я беру конкретно этот сайт, и буду там работать, потому что там больше всего находится товаров. Инструменты для поиска и формулирования гипотез. Вот мы у себя в Pixel Plus начинаем, скажем так, проверку проектов с такого чек-листа, базовых конверсионных элементов. Ссылка вот на него представлена, поэтому скачивайте, применяйте у себя, расширяйте этот список. Позволяет выбить базовые проблемы критические в рамках конверсии сайта, и это позволит вам дать толщок в работе с проектом по конверсии. Следующий инструмент – это ассерсовское исследование TASC-users. У нас в Pixel Plus практически все проекты в той или иной стадии своего развития проходят вот это исследование, и возможности ассерс позволяют нам достаточно гибко под себя подстроить исследования за счет, например, построения пользовательских сценариев, то есть мы формируем какие-то условия для ассессоров, ставим ассессоров в эти условия и пытаемся посмотреть, как же они справляются с решением той или иной задачи. Также здесь в сервисе предоставляет большую аудиторию пользователей, порядка 9 тысяч человек, с достаточно гибкими характеристиками. Мы можем подобрать практически для всех тематик, схожие либо в точности те, которые нам нужны, группы целевой аудитории. Вот так выглядит один из вариантов обратной связи в рамках этого исследования. То есть тестировщик у нас описывает весь процесс взаимодействия с сайтом, описывает то, что ему понравилось, не понравилось, с какими он проблемами столкнулся, и также описывает то, что ему понравилось на сайте. При проработке данной обратной связи важно делать акцент не только на том, что сломалось, а важно делать акцент на том, что понравилось пользователю. Пытайтесь это масштабировать и довести эту ценность до всех своих клиентов. Вот здесь широкие характеристики подбора ассессоров. То есть мы видим то, что мы стандартно можем не только по геолокации, возрасту и полу подобрать аудиторию, но и по характеристике ПК, по хобби, чертам даже характера. Следующий инструмент – это To-Do List модуля ведения проектов Pixel в Tools. И данный инструмент достаточно хорошо позволяет решить точную задачу выявление неэффективных URL-адресов на вашем проекте и обозначить важность данного URL-адреса в пуле ваших документов. И также он дает оценку о том, какой вы получите результат при работе того или иного URL-а. То есть вы еще и приоритизируете свои документы по ценности. Такой недооцененный почему-то у всего специалистов инструмент тепловая карта кликов метрики. Достаточно гибкий, широкий инструмент, который позволяет генерировать гипотезы под разные задачи. Например, здесь приведем пример, как определить, что лист не справляется со своей задачей. Внизу мы видим вариант, при котором пользователь чаще всего кликает на поиск. То есть здесь можно сделать предположение о том, что функциональная часть самого листинга не справляется с задачей пользователя. То есть он при сортировке, фильтрации и при расширенных премию-казочных товаров не может подобрать нужный для него товар. И вот в конечном итоге мы провели работу по чек-листам, по инструментам, сформулировали 150 задач, а что дальше? Что с ними делать? Такая достаточно частая проблема у команд о том, что либо начинают расплываться и делать все, пытаться закрыть, потом они сталкиваются с проблемой нехватки ресурсов. Вот мы у себя пытаемся эти задачи приоритизировать и толкая те задачи, которые требуют минимум времени и дают при этом максимум эффективности. Ссылка на данный шаблон представлена. Если кого-то заинтересует, могу рассказать, как он работает, вообще как его использовать. Поэтому скачивайте, применяйте у себя, в работе расширяйте, дополняйте, его и оптимизируйте. Действительно полезная штука. Ну и давайте подведем итоги, что нужно делать для роста конверсии. Первое – это поставить цели на микро- и макроконверсионные элементы, дальше проводить ежемесячный анализ типов страниц и особенностей неэффективных каких-то разделов и документов, активно работать с картой кликов, ту-ду листом, модуроведения проектов в ТУС, строить конверсионные воронки, опять же, с ежемесячным их анализом и приоритизировать задачи и внедрять самые эффективные. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok